Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился. Меня спрашивали, как я пью соду. Я уже отвечала на этот вопрос много раз и снова сейчас отвечу. А, еще многие говорят, что я делаю, но не пью. Это глупость. Я делаю и, конечно же, пью. Я пью соду по профессору Неумывакину. Но это я рассказываю про себя. И пока вы не прочитаете книгу профессора Неумывакина или не прослушаете его, то не употребляйте, нужно ли вам это. Мне, например, не нужен рак. А рак, он размножается в сладкой среде, в закисленной, в общем, в грязной среде, где PH организма плохой. Так рассказывает профессор Неумывакина. Из-за того, что плохой PH и благоприятный он тогда для клеток раковых. Правильно, Олежа? И пошло дело. Кстати, со мной тут сидит врач-реаниматолог. Я его спросила, Олег, вот когда умирающих привозят, там, интоксикация алкогольная или отравление, или что, Как этот раствор, который вливают? Он говорит, что есть специальный... Что, Олег, есть? Специальный раствор, для определенных инъекций. Ага. Ну, мы, конечно, вводим его только с учетом PH крови. Вот. Ну, как правило... За границей есть лакмусовые бумажки, да, по которым каждый может определить себе PH. У нас почему-то их не продают. Большой секрет. Понятно. Так, а как вы определяете умирающего PH? Отправляете его... Мне в лабораторию. Лаборатория сразу, да? В лабораторию. И сразу вы начинаете реанимацию. Понятно. И вливаете внутривенно... Внутривенно соду. Соду. Вот вам реанимация умирающего с отравлением. Так, вот это я делаю, допустим, раз в два месяца, дней десять. Подряд. Раскисляю, раскисляю, потом забываю об этом. Вспоминаю, снова делаю. Не вспоминаю, не делаю. Вот и все. Значит, беру пол чайной ложки, вот уже здесь есть. И заливаю кипятком. О, слышите? Это гасится сода кипятком. Так, ее нужно обязательно погасить, чтобы она в камне, в почках у вас не оказалась. Все. Сейчас долью немножко холодной водички. И Олег будет свидетель, выпью я или нет. Но не верующих. Вот, чтобы тепленькая была. И в теплом виде, маленькими глоточками. Так вам показать. Видите, не видите? Не знаю, видят, не видят, что я пью. Потому что такие мне написали комментарии по поводу, там где я пью соду. Вы не пьете ее. Вы только наливаете. Вот я маленькими глотками обязательно пью. Раскисляю. Я привыкла. Кто не привык, для тех будет такой какой-то неприятный привкус. Для меня нормально. Но это делать нужно. С утра натощак. Натощак. Либо, когда вы поели через минут сорок. Или через час. Но лучше натощак. И только через час можно кушать. Или через два. И все. Еще раз говорю натощак, чтобы вы не путали. А то наешьтесь, потом запьетесь содой и скажете, ой, тошнит. Так и вырогать можно. Уже реакция пойдет. Дойдет. Внутри организма. Кислоты выделяются, когда переваривается пища. И поэтому нельзя пить соду. Только натощак. Вот так вот учит профессор Неумывакин. Ну, а я выпила уже. Все. Вот так вот, дорогие мои. Вот так я пью соду. Это ответ на вопрос, как я пью соду и зачем. Вот кратко и четко. Чтобы раскислять организм, нормализовать свой PH в организме. Я чувствую себя хорошо. Самое интересное, что то, что я пью соду, раньше у меня были страшные головные боли. Я имею в виду, ну, вот до того, как я начала пить соду. Я уже не помню. Там мне многие говорят, так 4 или 6 лет вы пьете. Я не помню. Надо посмотреть издательство, когда вышла книга первая, сода. Когда я ее купила. Я не помню, 4 или 6 лет у меня. Как эта болезнь называется, когда потеря во времени. Я не могу посчитать, 4 года назад или 6 лет назад. Но очень давно я начала пить соду. И мой муж пьет соду. И все мои пьют соду. И сестру свою, врача. Я тоже тут давала ей соду раскислять организм. И вот врач или аниматолог рассказывает вам, что в кровь, когда человек... А мы все каждый день тем или иным отравляемся. У нас каждый день идет все равно какое-то отравление. Едим какую-то напичканную антибиотиками курицу. Или еще какую-нибудь дрянь. Обязательно лето. Кто-то бокальчик пива не откажется. Кто-то еще чего-нибудь. Это тоже дрянь. И вот утром соду. Вот как мой Олег. Мы сидели тогда, помнишь? И немножечко он выпил. Утром он пил соду. Нормализовывал. И он чувствовался отлично. И потом все. И еще, кстати, перед тем, как вот, допустим, перед Новым годом. Тоже за день лучше выпить соду. А перед тем, как идти, ну вот прямо нельзя. Именно за день. Ну все, вот так вот раскисляем свой организм. Расщелачиваем. Нормализуем. PH. Среду делаем нормальную. Нерадостную для раковых клеток. Ну а я вам всем желаю здоровья, благословения. Будьте здоровы. Вот смотрите, я не раскисляю, а что я делаю? Ощелачиваю. Ощелачиваю. Да, меня исправил сейчас наш доктор-аниматолог. Олежек, а скажи, как, что происходит, вот по какая шкала и что ты расскажи. Какая нормальная среда? По шкале. Нормальная среда, это когда нейтральная среда, ну ближе к нулю, нет кислотности, нет щелочности избыточной. Так. Это на цифре 7 и 2, есть такие условные цифры. 7 и 2, так. Сдвиг вправо, это сдвиг в кислую сторону. Ага. И сдвиг влево, это щелочной. Чересчур кислая, чересчур щелочная среда тоже нехорошо. В общем-то лучше всего нейтральная среда, ближе к нулю. Ясно, все, спасибо. То есть избыток кислоты мы нейтрализуем щелочью. Ага, ясно, все понятно, всем привет. Всем привет. Всем привет.